Русский царь Иосиф Сталин Затем ежегодно снижались цены на все основные товары, зарплаты при этом не падали, и население реально богатело, пока Хрущев не пришел. В начале 52-го года Сталин написал важнейшую работу «Экономические проблемы социализма в СССР». В ней показана несостоятельность марксистской экономики. «Сделано это мягко, не в лоб, и твердые коммунисты до сих пор не поняли, о чем эта статья». Вот сталинская фраза. «Необходимо откинуть понятия, взятые с капиталом Маркса. Я имею в виду необходимый и прибавочный труд, необходимый и прибавочный продукт, необходимое и прибавочное время». Вообще-то названы ключевые понятия. Уберем их, и марксизм развалится. Коммунисты возражают. Маркс писал о капитализме. Октябрь упразднил эксплуатацию, и экономические законы изменились. Ну да, Сталин так и вуалирует свой тезис. Не может же он в лоб влепить. Маркс ерунду написал. Выбрасывать эту религию было рано. Однако в другом месте он повторяет несколько раз. «Законы политической экономии являются объективными законами, совершающимися независимо от нашей воли. Нельзя преобразовать законы, да еще коренным образом». Конец цитаты. «Эти утверждения он разделил в пространстве статьи, и в глаза они не бросаются. Но при внимательном чтении выстраивается цепь. А. Из политэкономии марксизма нужно выкинуть ключевые понятия. Б. Экономические законы объективны и неизменны. В. Следовательно, Маркс фигню написал». Тут есть тонкий момент. Сталин пишет. «Маркс анализировал капитализм для того, чтобы выяснить источник эксплуатации рабочего класса. Но более чем странно пользоваться теперь этими понятиями, когда рабочий класс держит в своих руках власть и владеет средствами производства». Конец цитаты. «Как именно советские рабочие держат и владеют?» В чем это выражается? «Все вокруг советское, все вокруг мое» звучит эффектно, но бессодержательно. Если рабочие владеют заводом, они могут продать его не буржую, а коллективу других рабочих, раз уж нет частной собственности. Иначе в чем заключается владение? Так? Так. И сколько заводов продали рабочие в советское время? Если рабочие держат власть, ну пусть в пределах завода, то именно они решают, что выпускать и в каких количествах. Так? Только так. Однако заводом всегда управлял директор, назначенный сверху. В реальности властью и средствами производства рабочие не обладали нигде и никогда. И слава богу. Потому что они мигом бы все развалили. Управленческий труд требует других навыков и другого уровня мышления. Чтобы грамотно руководить производством, и тем более страной, нужно долго учиться, поднимаясь по ступенькам увеличения масштаба и ответственности. Так что Сталин, конечно, лукавит. Управляет всегда элита. Чаще в кавычках изредка без. А масса ей подчиняется. В этом смысле между капитализмом и социализмом разницы нет. Но вот вопрос. Кто все-таки владел социалистической собственностью? Нередко говорят, что тогда был государственный капитализм, но этот термин ничего не объясняет. По идее, всем владеет элита. Но не в СССР. Продать завод не могли ни рабочие, ни директор, ни секретарь обкома, ни сам генсек. Нет таких примеров. Выходит, никто ничем не владел. И при этом люди искренне верили, что все вокруг наше. Даже при Брежневе, подтверждаю, я застал. Парадокс. Общественная собственность, она же государственная, разницы нет, была предметом религиозной веры. Никто ее не видел, но все думали, что она существует. Фактически, Сталин вообще отменил собственность. Оставил лишь управление. А вот это настоящая революция. Нечто небывалое в истории. Но управляла страной сталинская элита действительно для блага народа. Вот экономический закон социализма по Сталину. Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. Цель не навар, не прибыль, а обеспечение потребностей общества. И ведь это происходило в реальности. После войны постоянно снижались цены, а зарплаты росли. И смотрите, какой включился механизм. Первое. Снижение цен укрепляет рубль. Если вчера хлеб стоил 30 рублей, а сегодня 20, значит рубль стал полновеснее на треть. Иначе это называется рост покупательной способности рубля. Заметьте, при демократах рубль постоянно дешевеет. Потому что экономисты они аховые. Второе. У граждан становится больше денег. Куда их девать? Копить, чтобы играть на бирже и делать деньги из воздуха? Да. Нельзя, биржи нет. Откладывать на черный день? Тоже ни к чему. Ведь люди были уверены в завтрашнем дне. Позабытые нами ощущения. Третье. И все заработанные деньги люди тратили. То есть возвращали в экономику. Финансировали ее буйный рост. Если много людей в состоянии купить машину, есть смысл развивать автопром. А это значит, что нет теневой экономики. Деньги как самоцель умерли. Они работают для производства и для обеспечения людей. Деньгам возвращена исконная функция быть средством упрощения товарного обмена. Ростовщики побеждены. Сталинская экономика – страшный удар по мировой финансовой системе, в которой деньги – самоцель и единственный бог. На шестой части планеты все эти Морганы, Варбурги, Гринспины были бессильны. Конечно, смириться с этим они не могли. Кстати, экономический закон капитализма Сталин сформулировал так. «Обеспечение максимальной прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых, наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства». Конец цитаты и, заметьте, никакого марксистского словоблудия о прибавочной стоимости и так далее. Что, он не прав? Собственных граждан нынешние капиталисты стараются не разорять, так им спокойнее. А остальное – в точку. Сколько войн развязала Америка, сколько народов ограбила. В той же работе Сталин наметил свои ближайшие социально-экономические планы. Прежде всего, сократить рабочий день до пяти часов, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно дальше коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления. Только после выполнения всех этих предварительных условий труд из тяжелого бремени превратится в наслаждение. По Энгельсу, общественная собственность будет расцениваться всеми членами общества как незыблемая и неприкосновенная основа существования общества. Можно будет перейти от социалистической формулы от каждого по способностям каждому по труду к коммунистической формуле от каждого по способностям каждому по потребностям. Конец цитаты. Пятичасовой рабочий день. При удвоении зарплаты. Работа по душе. Улучшение жилищных условий. Лично я до сих пор в коммуналке маюсь. Выглядит сказочкой. Но, несомненно, проживи он еще лет десять, и все эти планы осуществились бы. Спрашивайте эту книгу в вашем книжном магазине. Все, пока.